Что же такое актёрская игра? Как актёр передаёт своей игрой эмоцию? Да и вообще, кто такой актёр? Для начала надо разобраться в задаче актёра, которую можно сформулировать весьма просто. Создать иллюзию спонтанности эмоций. В нашей обычной жизни мы живём не по сценарию, по которому можно заучить свои реплики. У нас нет второго дубля или другой попытки. Поэтому ключевая задача актёра – создать ощущение у зрителя, что события в фильме происходят впервые и что они не были спланированы. Критерии актёрской игры не менее прост. Это культовое Станиславского «верю или не верю». Зритель либо верит тому, что происходит на экране, верит в искренность, чувство и их спонтанность, или нет. А как актёр показывает свои эмоции, чувства и желания? Как мы понимаем, что на сердце у экранного героя всё происходит ровно так же, как и в жизни? Мы не можем залезть человеку в голову, и даже если спросим его, что он чувствует, не всегда получим честный ответ. В жизни люди чаще прячут свои реальные эмоции, но есть то, что их всегда или почти всегда выдаёт, особенно при подробном анализе – это поведение. Поведение – это ключевой элемент актёрской игры. Потому как ведёт себя экранный герой, мы понимаем его эмоцию, и она не обязательно совпадает с его словами. Реальное поведение – это очень сложная модель. Она складывается из многих факторов. Так из чего же складывается сложный комплекс поведения? Это желание человека, его прошлое, эмоциональное состояние в конкретный момент, то есть настоящее. То, как человек воспринимает себя, то, как его воспринимают другие, и то, как он видит своё будущее. Поведение актёра формирует точно такие же факторы. Актёрское мастерство проявляется в поиске мыслей, вызывающих поведение. Ни для кого не секрет, что в каждом из нас постоянно происходит мыслительный процесс. Всё, что нас окружает, всё наше представление о мире, в том числе и мы сами – это мысли. Мы постоянно думаем, и этот процесс идёт бесконечным циклом. Поэтому главная задача актёра – воспроизвести мыслительный процесс своего персонажа. И когда актёр начнёт думать, как его герой, тогда он будет и вести себя соответственно своему персонажу. А что является движущей силой героя? Что толкает его совершать те или иные поступки? Здесь всё так же, как и в жизни. Это желание. На языке театра и кино это называется сверхзадача. То есть главное желание героя – то, что он хочет достигнуть. Внутри каждой сцены находится сценическая задача, которая должна работать на сверхзадачу и приближать персонажа к ней. Ключ в работе режиссёра с актёром кроется в конкретике. Чем больше актёр знает о своём персонаже, тем правдоподобнее он выглядит на экране. Каждый из нас знает себя лучше других, и это знание формирует наше поведение. Поэтому актёру также важно знать, как самого себя, своего персонажа, чтобы быть естественным. И ещё одним важным аспектом актёрской игры и фильма является изменение персонажа по пути реализации сверхзадачи. Это изменение часто называют аркой героя, то есть путём его развития по ходу действия сюжета. Изменение героя по мере развития произведения испокон веков было движущей силой, которая приковывала внимание людей – книги, спектаклю или же кино. Этот аспект также обязательно должен проявляться в актёрской игре. Теперь давайте перейдём к анализу игры Хуакина Феникса и вернёмся к факторам, формирующим поведение. Сейчас мы рассмотрим самые значимые из них для главного героя. Начнём мы с желания. Под этим имеется в виду конечная цель персонажа. Давайте проанализируем сверхзадачу Артура. На первый взгляд кажется, что главное желание героя очень простое – Артур хочет стать стендап-комиком. Но насколько это удачное формирование сверхзадачи? Много ли людей в жизни хотят стать стендап-комиками? И не кроется ли за этим желанием что-то другое? Чтобы отождествить себя с героем, сверхзадача должна быть максимально простой и доступной для любого человека. Она должна укладываться в базовые человеческие потребности. И чем она более необходима человеку, тем она будет лучше понята зрителям. Так почему же Артур хочет стать стендап-комиком? Он хочет получить внимание и хочет, чтобы его заметили. Как и любой человек, главный герой хочет, чтобы его любили и ценили. Так что сформировать сверхзадачу Артура можно так – «Я хочу, чтобы меня любили». Очень важно при формировании сверхзадачи или сценической задачи использовать активный глагол. И на банальном примере я объясню почему. Мужчина говорит женщине – «Я тебя люблю». Женщина ему в ответ – «Ага, классно». И уходит. А вот теперь сравните. Мужчина приобнимает женщину и говорит «Я хочу быть с тобой». Да, примеры весьма условные. Но во втором случае женщина вынуждена реагировать на мужчину. Отсюда одно из важнейших правил в актерской игре – вызвать реакцию собеседника. Ведь в жизни, когда мы кому-то что-то говорим, то стараемся добиться нужной нам реакции. Наша задача в любом разговоре – извлечь для себя выгоду. Поэтому нам так важно, чтобы нас услышали и дали нам обратную связь. С точки зрения сценической задачи разберём первую очень важную сцену. Открывающая сцена фильма всегда имеет колоссальное значение. В ней не произносится ни единого слова. Но именно эта сцена задаёт тон всему повествованию. Давайте посмотрим на поведение Артура. Герой Хуакина накладывает грим. Кажется, ничего такого. Давайте посмотрим этот кадр, где Артур кистью красит губы. Посмотрите, как в определённый момент он как будто погружается в себя и останавливается. Затем он макает кисть в краску. Рука его неуверенно держит предмет. Из поведения героя видно, что он останавливается. И как будто не видит смысла дальше продолжать наносить грим. Затем крупный план с плотно сжатыми губами героя. Мы чувствуем напряжение. Он пытается улыбнуться. С виду даже у него получается это естественно. Но улыбка быстро исчезает. Но эта улыбка ему необходима. Потому что он клоун. Клоун не может быть в депрессии. Не может быть грустным. Уже в этой сцене заложен ключевой конфликт фильма. Столкновение личности и общества. Главный герой хочет быть таким, каким он должен быть согласно социуму. Поэтому он решает силой создать улыбку на лице. Но затем он вновь возвращается к грустной улыбке. Внутри персонажа происходит борьба. Артур напрягается и пытается победить свою депрессию силой. И обратите внимание, что второй раз Хоакин делает улыбку более широкой. И прикладывает еще больше усилий. Затем шикарный крупный план со слезами героя. Грим плывет и мы видим ярко выраженный синий потек от него. Который отлично выделяется на белом фоне. Артур усиливает давление и старается еще больше. А затем в наивысший момент отпускает руки. И мы видим потерянного человека, скованного болью. И обратите внимание, как в конце персонаж смотрит в зеркало. И погружается в себя. Теперь давайте сформируем сценическую задачу персонажа Хоакина в сцене. Ее можно назвать так. Я хочу улыбаться. Эта сценическая задача отлично работает на сверхзадачу. Чтобы тебя заметили. Тебе нужно быть позитивным. Улыбаться. Тем более, когда ты клоун. В этой сцене у Хоакина нет партнеров. А как мы помним, одной из главных задач персонажа. Это вызвать реакцию своего партнера по сцене. В таких случаях вместо партнера выступает непосредственно зритель. Хоакин показывает нам, с какими сложностями ему приходится сталкиваться, чтобы просто быть клоуном. Кстати, в этот момент актер наверняка использовал технику внутреннего монолога. Под этим приемом понимается монолог персонажа, который он не озвучивает. Внутренний монолог Артура мог звучать приблизительно так. Я должен улыбаться. Ведь я же клоун. Мама учила меня, что я должен нести добро людям. Я же не могу подвести свою маму, верно? Чтобы стать стендап-комиком, нужно улыбаться. Какой же стендап-комик не улыбается и не смеется? Эта техника является очень действенной, особенно в тот момент, когда персонаж молчит. Внутренний монолог показывает, что герой на самом деле чувствует, но не может сказать. Кстати, каждый из нас в жизни всегда использует этот прием. Когда мы с кем-то говорим, то всегда думаем. Мы пытаемся предугадать, что будет говорить наш собеседник. Вспоминаем прошлое, связанное с ним. Пытаемся интерпретировать слова других людей с точки зрения себя. Нравимся ли мы им? Какими они нас считают? Все великие актеры владеют техникой внутреннего монолога. И если вы посмотрите за игрой лучших, то заметите, что часто режиссеры на монтаже выбирают кадр с их реакцией на слова собеседника, не показывая второго персонажа, который говорит. Теперь давайте рассмотрим второй аспект, влияющий на поведение героя. Это его прошлое. В случае с Артуром мы знаем, что он, будучи ребенком, перенес травму головы, вследствие чего стало его заболевание. Этот факт стал одним из ключевых для поведения главного героя и его непроизвольного смеха. Важно сказать, что фильм для актера начинается не с первой сцены. Персонаж до начала событий фильма также существовал в пределах киновселенной. Ровно так же, как и в жизни, человек, с которым вы только что познакомились, существовал и до вашего с ним знакомства. Его черты характера, которые вы подметили, также существовали и до вас. Поэтому актеры, а иногда и режиссеры, пишут биографии своих героев. Грамотный актер всегда спрашивает у режиссера, что предшествует сцене. Не всегда бывает так, что прошлая сцена по времени совпадает со следующей. Вследствие чего образуется промежуток времени, но не может же в этот момент персонаж ничего не делать. В таких случаях используется термин «исходное событие». Вот, кстати, пример из фильма «Большой Лебовский». Джефф Бриджес, сыгравший главную роль, подошел к Итану Коину во время съемок и спросил. «Слушай, как думаешь, чувак под кайфом в этой сцене?» На что режиссер кивал, и актер старательно растирал себе глаза руками, чтобы те покраснели и создалось ощущение того, что он накурен. И ровно так же, в первой сцене фильма, Хоакин мог спросить Тодда, а что было перед этой сценой. На что режиссер мог ответить, что Артур засмеялся в метро, и люди вышли из вагона, или смотрели на него, как на обезьяну в зоопарке. Этот факт Хоакин мог визуализировать в своей игре. Вообще, хороший актер всегда визуализирует в свою игру воображение. Это и есть исходное событие, которое помогает актеру быть более правдоподобным и лучше погрузиться в образ. Вообще, кино редко снимается последовательно. И очень часто бывает так, что сначала снимают концовку, а потом все остальное. Поэтому актеру и режиссеру важно понимать, что предшествовало событиям сцены, которую предстоит сыграть. Также важно выстроить дугу характера персонажа, чтобы изменения героя проходили органично из сцены в сцену при последующем монтаже. Поэтому прошлое – очень важный фактор для персонажа. Так какие вопросы Хоакин Феникс мог поставить режиссеру Тодду Филлипсу перед началом проработки героя? Почему вообще он должен задавать вопросы, если есть сценарий? В сценарии есть, как правило, только то, что войдет в фильм. Там нет предыстории. Актерское мастерство – это искусство конкретики. Здесь чем-то конкретнее, тем лучше для актера. Поэтому Хоакин мог спросить, как давно у него стало проявляться это заболевание? В какие моменты он смеется? Как давно он работает у Хоито клоуном? Всю ли жизнь он жил с мамой? Чем он занимается в свободное время? Что он любит делать больше всего? Почему он смотрит передачи с Мюррием Франклином? И так далее. Этот список вопросов может продолжаться бесконечно. И, скорее всего, их были сотни во время ночных телефонных разговоров и встреч режиссера с актером. Чем больше актер знает о персонаже, тем проще ему самоидентифицироваться с ним. Именно понимание уклада жизни Артура помогло Хоакину сформировать его образ закомплексованного подростка, который застрял в теле мужчины. И третий ключевой фактор, влияющий на поведение персонажа – это то, как его видят другие. Главный герой страдает заболеванием, при котором у него возникает приступы неконтролируемого смеха. Само собой разумеется, люди негативно реагируют на подобное поведение. Такое поведение считается неприемлемым, и таких, как главный герой, называют психами. Для общества Артур – незрелая личность, которая остановилась на пороге развития 12-14 лет. Это очень сильно стесняет его. Над ним все издеваются, его избивают. Все думают, что он не может дать отпор, потому что он болен. Главный герой стесняется своего недуга, но не может с ним бороться. В силу всего этого персонаж опасается людей. Он всеми силами стремится быть нормальным. Он пытается выдавить улыбку, быть позитивным, милым и хорошим. Но люди видят в нем только странного чудака, который не вписывается в критерии нормальности. В актерской игре Хуакина есть несколько ключевых элементов. Это смех и улыбка, танец, походка и поза, и речь. Через эти элементы актер выражает чувства своего персонажа. И именно эти элементы меняются по ходу действия сюжета, раскрывая главного героя. Начнем со смеха. Смех всегда был главным атрибутом Джокера, как персонажа. Он кажется неуместным и глупым в фильме. Главный герой не может плакать, и именно этот смех выражает его боль. И идет вразрез с общепринятыми канонами. Что когда тебе больно, ты плачешь. Мы видим, что этот смех не приносит ему радости, а наоборот, доставляет боль. Этим смехом актер ставил зрителей в весьма неловкое положение. По отзывам многих смотревших фильм и по реакции зала в кино, я понял, что многие зрители не знали, как вести себя в эти моменты смеха. Это создает контрапункт в актерской игре. Герой Хуакина ведет себя так, как это не принято социумом в такой ситуации. И именно поэтому в реакции зрителей фильма часто встречалось отторжение. Но как раз в эти моменты зрители уподоблялись социуму фильма и становились его зеркалом. Смех Артура – это смех больного человека. И главный герой явно хочет его сдержать, но у него не выходит. По лицу героя видно, что он испытывает сильные напряжения во время смеха. Во все самые драматичные моменты фильма Артур заливается истерическим хохотом. Хуакин этим смехом создает ощущение неуютности у зрителя, которое характерно для Артура, когда он пытается заглушить этот смех, чтобы чувствовать себя нормальным в обществе. А теперь давайте рассмотрим сцены после убийства, когда Артур собирает вещи с работы. Здесь мы слышим совсем другой смех. Главный герой разбивает автомат, и ему по-настоящему весело. В нем зарождается деструктивное поведение, которое кажется ему веселым. Или посмотрите этот смех в развязке фильма. Это уже совсем другой смех. В нем нет того напряжения, что было раньше. Этот хохот хоть и такой же истерический, но он не сковывает Артура и звучит искренне. Главный герой не пытается его сдержать, и он чувствует себя свободным от навязанных стереотипов. Теперь вернемся к первой сцене и моменту, где Артур пытался выдавить из себя улыбку. А затем рассмотрим одну из финальных сцен, где главный герой совершает похожее действие. Если в первом случае герой выдавливал из себя улыбку, то во втором он искренне улыбается, так как получил свое признание. В его движениях нет напряжения, а кровь, размазанная по лицу, создает широкую улыбку Джокера, которая так и остается на лице. Две этих сцены отлично демонстрируют нам изменение персонажа, которое передано через одинаковое действие. Танец также один из ключевых аспектов Джокера как персонажа. Герой комиксов всегда был эксцентричным персонажем, а танец в любой, даже самый неподходящий момент, это верх эксцентризма. Стоит заметить, что сами танцы Артура происходят в ключевые моменты истории. Как правило, персонаж танцует в одиночестве, что создает интимную обстановку. Артур очень любит танцевать, это возможно единственное, что приносит ему радость. Первый танец происходит после того, как Артуру дают пистолет. Персонаж медленно покачивается и больше стоит на месте, чем танцует. Хоакин поднимает руки и еще больше усиливает худабу героя, и тем самым акцентирует его болезненность. Второй танец это знаменитая сцена в туалете после убийства трех молодых людей. После того, как персонаж забегает в помещение, он успокаивается. Эта сцена чистой воды импровизации. По сценарию Артур должен был зайти в туалет и выкинуть пистолет. Но Тот и Хоакин решили, что это не в стиле персонажа. В этот момент композитор фильма прислала режиссеру саундтрек, и именно под него Хоакин танцевал в этой сцене. Стоит обратить внимание на широкие жесты актера. После напряженного бега и стрельбы персонаж успокаивается. Этот танец становится актом инициации и становлением Джокера. Очень важно заметить широкий жест в конце сцены. Этим жестом персонаж открывает себя, и он впервые совершает смелый поступок и чувствует себя личностью. Танец является символом освобождения Артура. И эта сцена намного важнее, чем сама сцена убийства. Она является интимной, в которой герой предоставлен только сам себе. И это помогает сфокусироваться на нем и его эмоциях. Далее знаменитый танец на лестнице. Здесь мы видим Джокера в полном обличье. Обратите внимание, что этот танец более активный, и еще более хаотичный, чем прошлый. В нем Артур искренне радуется, он доволен собой. И что самое главное, он свободен. Стоит сопоставить эту сцену со сценой в начале фильма, где Артур поднимался по лестнице. Если в начале фильма персонаж еле поднимается, и даже спотыкается, то здесь герой уже активно танцует. И мы видим его в абсолютно противоположном настроении. Эти две сцены отлично характеризуют изменения героя. Джокер будто впадает в детство. А именно детство – это самое веселое и свободное время в нашей жизни. В нем мы свободны от всех стереотипов, и можем искренне радоваться всему. Обратите внимание, как в этих трех танцах менялась динамика движения. В действиях Артура становилось все больше движений, и апогеем стала сцена на лестнице. В конце фильма главный герой вновь танцует, и его танец похож на тот, что был в туалете. Это окончательная инициация и превращение в Джокера. После напряженной развязки на шоу, герой окончательно свободен. Он получает свою славу и становится значимым. А в конце сцены мы вновь видим широкий жест рук героя. Интересно также сравнить походку и позы, которые принимает персонаж по ходу действия сюжета. В начале фильма мы видели хромающего и подавленного Артура, который смотрит по большей части в пол. Кстати, обратите внимание на немного забавный бег персонажа. Он, как и походка героя, обусловлен клоунскими ботинками, которые достаточно большие. Все, кто хоть раз носил обувь на размер или два больше, представляют, каково это в них ходить, а тем более бегать. Эта особенность жизни Артура формирует его походку и вне клоунского костюма. И это прекрасное формирование образа Хоакином. И интересно в этом плане выделить сцену убийства на платформе. Посмотрите на главного героя. Он вытянут в струну, шаги широкие и выверенные. Рука с пистолетом вытянута вперед. И за счет этого кажется огромной. Главный герой холоден и уверен в себе. Все это показывает его преображение. Также стоит сравнить походку в коридоре на этаже своего дома в начале фильма и уже после сцены с танцем в туалете. Артур уверенными шагами идет к квартире Софи и стучит в дверь. Изменение в походке главного героя в этих сценах помогает нам понять его изменения. Теперь давайте посмотрим сцену, где Артур узнает, что его мать виновна в его болезни. Персонаж подавлен и смотрит в пол. А вот перед нами точно такой же кадр с той же точки, только здесь мы видим другого Артура, который в конце легко улыбается. Играя на разнице эмоционального состояния, актер показывает нам изменения своего персонажа. Теперь рассмотрим позы персонажа. Вот это очень выразительный кадр. Артур согнулся и растягивает ботинки. Его сутулая спина еще больше подчеркивает его удрученность. Кстати, здесь стоит отметить, что спина образует дугу нисходящего характера, которая ассоциируется с подавленностью и грустью. В начале фильма руки Артура будто прикованы к ногам. С точки зрения психологии это говорит о скованности персонажа и часто об эмоциональной слабости. А в этой сцене персонаж уже сидит нога на ногу. Артур уверен, методичен и холоден. От былой слабости не осталось и следа. В этом случае главный герой больше похож на крестного отца мафии. Джокер вальяжно сидит и курит сигарету. Его правая рука властно лежит на спинке кресла. Левое плечо выше правого, что создает более интенсивную диагональную линию. В сцене на шоу Хуакин активно и уверенно жестикулирует, чего раньше не было в его поведении. Персонаж совершает все больше движений. Он не только подключает руки, но и совершает активные движения головой, чего не было в начале фильма, когда Артур был скован. Теперь поговорим немного про речь персонажа. И тут есть очень интересный момент, связанный с поведением главного героя. В начале фильма Артур ведет себя как закомплексованный подросток, который застрял в теле мужчины. Он живет с мамой, моет ее, смотрит с ней любимую телепередачу. Хуакин мастерски рисует мимикой 13-летнего подростка. Актер наделяет своего героя небольшим дефектом речи, прижимая язык к губам. Его речь в начале фильма спокойная и достаточно тихая. Все меняется после сцены убийства в метро. Давайте посмотрим этот фрагмент. Герой здесь говорит значительно увереннее и более активно, чем обычно. И дефект уже не слышен. Давайте послушаем Артура в ключевой сцене на шоу. Он активен и экспрессивен. Его голос звучит звонко и значительно более уверенно. Главный герой выполняет свою сверхзадачу в фильме. Он получает нужное ему признание. Становится Джокером. И освобождается от власти общества. Это подчеркивает его кровавая улыбка и широкий жест рук. Для многих фильм стал весьма противоречивым. Многие не поняли Джокера и сравнивали его с Джокером Нолана. Но сам этот фильм это драма о маленьком человеке, который бросил вызов системе. И тому, что общество считает нормальным, а что нет. И напоследок я бы хотел сказать, что важно не забывать, что кино делают люди. И не только те, кто стоят за камерой. Но и те, кто в кадре. Актеры это не просто фигуры в пространстве. Это не просто объекты, на которых падает свет или за которыми следит стадикам. Это настоящие творцы, которые страдают больше всех на площадке, отпуская себя, чтобы впустить другого человека в свою жизнь. Я хочу призвать всех режиссеров помнить это. И не забывать актеров в череде других киноприемов. Техника в кино меняется с бешеной скоростью. То, что вчера казалось нереальным, уже настоящее. Но есть кое-что неизменное в кинематографе. Да и в жизни вообще. Это человеческие эмоции. Они работают точно так же, как и тысячи лет назад. Их механизм не меняется. Это нужно помнить. И за всеми ухищрениями с техникой не забывать. Потому что мы делаем кино для людей. И мы ходим и смотрим кино, чтобы получить эмоциональный опыт. А чтобы его получить, нам надо почувствовать связь с актером и его миром. С вами был Артём Бёрдман. Всем спасибо за просмотр. Это было крайне важное эссе лично для меня. И я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите свои мысли в комментариях. А мы с вами не прощаемся с Джокером. Так как будет ещё одно эссе об освещении в фильме. А те из вас, кто хочет прокачать навык работы режиссёра с актёрами, то милости прошу на мой патреон. Там я выкладываю очень крутой курс по работе режиссёра с актёрами. Всем спасибо за поддержку. И до новых встреч на канале.